Как говорится, близко любой дурак может подойти. Еще дальше. Вот 70-80% времени в бою боксер должен уметь работать джебом. Сие есть джеб. Они просто не дают противнику шансов. Противник сдается, он не может ничего сделать. В общем, есть такая тема. Мне очень не нравится, как у меня получается джеб на груши. Я не понимаю, почему. Ну, вот пришел к Люде специально, чтобы человек с опытом сборной рассказал мне, кто я такой и почему у меня так получается. Джеб это дальнобойный удар. Он должен быть длинным, точным и не сильным. Джеб, вот я еще слышу фразу силовой джеб. Да не бывает силового джеба, ребят. Ну, бывает же, когда люди так втыкают. Если ты выпрямляешь руку на всю длину, если ты делаешь это вовремя, навстречу, и попадаешь точно. Эффект, как бы, такой и получается. Поточное длинное попадание, амплитудное, без импульса даже, без серьезного переноса веса тела и шага, уже может на встречном курсе завалить противника. Ну, он нокдаун будет. Смотри, давай определимся с дистанцией. Для того, чтобы выбрать удаленную дистанцию, что такое ударная дистанция? Это ударная дистанция, это расстояние, на которое тебе нужно, которое тебе нужно стать для того, чтобы на одном шаге достать противника. То есть это расстояние, на которое тебе нужно подойти к противнику, чтобы нанести свой удар. Перенес вес тела, и вот у тебя без шага есть расстояние от, вот кулак, видишь, в крайнем вытянутом положении рука находится. У тебя есть сколько там сантиметров? 20 есть у меня? Как ты доволен? Вот, 20, 25, 30, это хорошо. Вот это ударная дистанция для прямых ударов. Вот отсюда мы уже должны не подходить, отсюда мы должны уже наносить удар, понимаешь, то есть совершать ударное действие. То есть наш кулак должен уже совершать движение вперед. Вот, попробуй, да, вот выбрать, да. Ну, видишь, ты подходишь, подходишь, не подходи. Дальше. Видишь, я вроде как перенесла тяжесть тела на левую ногу, да, но у меня пятка на пол не становится, видишь? Вот, видишь, у меня немножко пятка не становится. Обе, да, у тебя не становится. Ну, вот, видишь, посмотри, ты можешь даже, ну, глянуть. Вот, видишь, я перенесла, я стою на ней, но у меня пятка не становится. И вот я наношу джеб, вот с этой дистанции. С какой ноги у меня идет выталкивание передней руки? Вот. Так что и ты должен так научиться, хотя бы сейчас просто попробуй. Оставь кулак на мешке. Нога должна быть прямая. На пол пятка не становится. На пол пятка не становится. Нога прямая. Да, да, вот, 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 вот ты ударил джеб, вот, ишь, вот, видишь? Оп, у меня становится пятка на пол. Оп, оп, оп. Ты видел, как профессионалы бьют? У них как будто, ну, нереально удлиняется рука за счет, она как будто из плечевого сустава отделяется, полностью выпрямляется. Длинный-длинный удар получается. Вот, вот, нога прямая. Длинный-длинный удар у тебя должен получить. Дальше, еще дальше. Еще дальше. Во-во-во, еще дальше. Удлиняй, удлиняй, удлиняй. А, говорится, близко любой дурак может подойти. Еще дальше. У тебя кажется, что ты сейчас далеко? Мне кажется, что я капец. Очень далеко. Но ты достаешь. Ты достаешь кулаком. Подними пятку. Еще подними. Вот, 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 посмотри на мою пятку. Видишь, где она стоит? И ты свою подними. Не можешь так долго держать, это говорит о том, что стопы слабые. Нога прямая в колени. Давай. Отсюда доставай. Во-во-во, да. Вот так, да. Сие есть джеб. Не наклоняемся. Да-да-да-да. Смотри. Есть такой элемент джебирования. Джебирование – это постоянно работа джебами. Когда ты останавливаешь атаки противника, сбиваешь его, не даешь вообще ничего развивать, постоянные, лёгкие, постоянные, длинные, точные удары, летящие в голову, даже если они, ну, очень лёгкие, они противника сбивают, деморализуют. Понимаешь, он не может ничего сделать. Вот мы часто там, да, мне часто пишут ребята, типа, вот, а как мне, вот, что мне делать с высоким противником, который постоянно работает джебом. Понимаешь, это сложный момент, конечно. И вот это вот умение джебировать, джебируют обычно высокие боксеры. Вот Кличко джебировал, да, вот мы знаем все. Он хорошо джебом работал, он держал на дальней дистанции. Вот, они просто не дают противнику шансов. Противник сдаётся, он не может ничего сделать. Они удерживают его на дистанции, они не дают ему развить ничего, ничего сделать, ничего подойти, даже задуматься о своей атаке не дают. Что постоянно летит в голову, вот этот, как ты говоришь, а что, просто коснуться? Да, просто коснуться. Это лёгкий, не силовой удар. Но джебировать нужно постоянно. Вот 70-80% времени в бою боксер должен уметь работать джебом. Левым прямым джебом, левый прямой у нас, кстати, если говорить о левом прямом, он может быть силовой. Знаешь, когда? Если мы говорим о левом прямом. Когда мы наносим левый прямой, после правого удара, на развороте у нас складывается спина, да, или после уклона, мы наносим силовой удар. То есть, вот, допустим, стоя на дистанции, воткнуть, как бы так, одно не имеет смысла? Ну, почему не имеет? Имеет, имеет. Навстречу можно воткнуть. Вот же, вот же у нас прямой навстречу, вот же у нас живот навстречу, понимаешь, с шагом. Не, ну, если, допустим, смотреть, начало боя, соперник еще не понял мою дистанцию, как бы я смотрю... Тебе лучше джебировать. В любом случае, тебе начинать, тебе начинать, тебе начинать нужно, тебе нужно начинать бой с разведки. Разведка обычно производится длинными ударами. Длинным прямым ударом также можно работать. Просто прямой удар мы наносим с большим шагом. И немножко больше веса тела переносим на левую ногу, понимаешь? Вот. И обычно после левого прямого там часто у нас идет атака справа, то есть у нас идет серийная работа, да, у нас левый прямой может полететь после уклона, после правого прямого, понимаешь? Джеб, он имеет больше такие, как бы, свойства разведывательные, подготовительные, разведывательные, останавливающие атаки противника, понимаешь? Джеб – это удар, который мы можем наносить постоянно, потому что он не требует особых усилий от нас, понимаешь? Ну, он легкий, мы не вкладываемся. Ну, то есть, за заключение, если отрабатывать джеб, действия боксерские на мешке, да, то мне тут именно нужно стараться держать максимальную дистанцию. Максимальная дистанция, максимальное выпрямление руки, максимальная дальнобойность. Слушай, не, ну, было очень здорово, спасибо, что рассказал, я понял, действительно, много своих ошибок, много чему научился. Если вы хотите, чтобы ваша техника стала лучше, обязательно приходите на тренировки к Лиле Дурневой. Напишите в комментариях, есть ли различия между прямым ударом и джебом. Не забывайте про колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем доброго здоровья!